Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Добро пожаловать! Четвёртая серия моего прохождения на последнем уровне сложности за нового лидера, за Авраама Линкольна, в лидер пассе, начал выходить, против троих других новых лидеров тоже они есть. Но все подробности в первой серии, перейдите, пожалуйста, к ней, если вы не с самого начала смотрите. Ссылка в описании, в прикреплённом комментарии. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу, все серии, точнее, видят сразу в плейлисте, тоже ссылка в прикреплённом комментарии. Можете переходить сразу и все их смотреть. Давайте продолжать, выключаю свою рожу. Проблема у нас. Проблема у нас в том, что территория очень плохая. Я вообще только ещё пять городов поставил, не знаю, смогу ли я шестой поставить. Может быть, кто-нибудь мне в комментариях писал, что типа стоит тут самому город ставить, но мне очень не нравится тут территория. Поэтому я жду, когда тут появится город-государство. Выращиваю его. Даже денежку какую-то дал немножко. Так, у нас два каравана уже есть. Давайте в Баффало, собственно, купим их. На еду надо отправлять из Баффало. Наверное, в Ричмонт и Монгомере отправлю. Я так думаю. Так, тут просто баражируем. Так, здесь надо апнуть с варбалета. Правда, мы пока ещё не открыли их. Так, Пингалла у нас в Монгомере появился. Просто пока в Ричмонт зайду. И этого миссионера тоже в Рим отправляем. В римские города. Нам надо, Витя, до героического века добить. Хотя у нас ещё не скоро переход в следующий век. Как минимум 13 ходов. Рынок есть. Может, Петру всё-таки тут попробовать построить? 16 ходов. Давайте, наверное, попробуем. В принципе, в Новом Орлеане тоже неплохая Петра. Ну, в том плане, может... Нет, давайте лучше в Данвиле всё-таки. Всё-таки в Данвиле. Так, а вот в Новом Орлеане скорее нам гавань нужна. Стоит ли мне рабочего... Ну, я вспомню, не стоит сейчас карточка ещё на рабочих. Не стоит. Поэтому просто гавань. Тем более, на плюс 4 будет, по-моему, огонёк. Так, в Новом Орлеане можно будет предприятие на китов, кстати, сделать. Обработаем раз кит и два кит. И вообще, в каждом городе пока есть какое-то предприятие. Кроме, пожалуй, Баффало. В Баффало мы ничего не сможем сделать. Так, давайте здесь арбалет. И... Давайте этот один из луков ещё апнем в арбалет. Нам надо два арбалета. Так. На еду в Монгомере. И в Ричмонд. Нам надо выращивать Баффало, чтобы больше было лояльности в нём. Я тут по-другому не вижу, как это сделать. Вот. Акведук следующим ходом будет построен. Ускорим военную инженерию. Это Монгомере очень даже неплохо растёт, да? Ну, я, наверное, сразу после Акведука уже буду промышленную зону делать. Потому что... Производства тут немного. Ну, нет, вообще много у нас со священными стадовой дисциплиной. Но, в принципе, в Баффало надо промышленную зону как-то уже тоже побыстрее. Так, реформация ускорилась. Военная инженерия ускорилась. Распространяем протестантизм. И забираем. Так, надо не забывать, что тут против компа можно и пропускать рабочих... Ой, рабочих, великих людей. Давайте я, наверное, этого пропущу. 134 золота и один посол. Как-то неинтересно. Может, там на караваны что-нибудь будет? А, блин, ну вот на караваны только он не скоро здесь получается. Литье ускорили. Так, 10 плюс ходов. Слушайте, может мне... Ну, ладно, пока еще не написано каждый ход. Ну, нет, давайте, знаете что? На всякий пожарный все-таки выкупим эту клетку. Хорошо, дорого, но шелк не хочется отдавать никому. И пока послов никуда не отправляю. Йоханнесбург и Эйотхая. Мои вассалы. Я за счет этого хоть какую-то культуру имею, кстати. Потому что 10%... Ну, блин, какие-то фига культуры. Там, наверное, у... Блин, ну вот куда... И куда Корея ведет город ставить? Там уже, наверное, реликвии какие-то. У этого чувачка стоят... Селитра открылась. И есть у нас селитра. Можно будет не торговать. Ну, или ею торговать можно будет продавать. Ну, заодно исследуем рим, кстати. Чем плохо. Уже страшные каравеллы спамятся. Ну, когда в город государства превратится этот клан, они все его станут юнитами. Так, Гурдвару мы будем покупать. Она там 250 стоит, да? Так, а что тут строить? Ну, надо до 7 жителей вырастить. Это рабочего еще надо строить. Потому что, блин... Вообще нихрена... Не растет. И дальше астрономию открыть. То, что ускорено, то и открываем. Я уверен, что там... Уверен, что там... Вавилон улетает... Очень-очень. Иначе нету других объяснений, почему у нас так быстро эпохи проходят. Все, 9 ходов средневеков. И я думаю, что я успею все-таки обратить. Ну, то есть набрать... Да. Если уж один город осталось обратить, чтобы в героический век выйти. Так, ну я бы пошел, наверное, в ферму... Или давайте... Нет, давайте селитру сначала вот тут обработаем. Даже, наверное, эту клетку куплю. Чтобы еда какая-то быстрее. И нам будет 6... Через 6 ходов 7 жителей. Через 4 хода. Я смогу какой-нибудь район строить. Наверное, центр коммерции буду. Или промышленный. Ну, промышленное вот тут где-то ставится. Точнее, даже... Очень просто мы делаем. Вот тут у нас акведук. А вот здесь у нас, соответственно, промышленная зона. На плюс 4. Ну что, акведук строить? Давайте. Как раз... Я думал, что это центр коммерции, честно говоря, делать. Что там построили? Статую Зевса. Не страшно. Ну, уже с Конго более-менее отношение. Но, конечно, Конго тут что-то раздухарился. Ой-ёй-ёй-ёй. Одну клетку пока повредили, только шелк. Но я боюсь, что тут дальше больно будет. Да, так. В любой момент уже может городом-государством стать. Пока не обращаю никакой город, потому что один заряд остался. Наверное, Лукдунум обращу, чтобы уже точно в героический век выйти. Тут бы я не собирал, наверное, медь. Хотя, где мы хотим священное место поставить? Расскажите мне. Плюс 6, плюс 6, плюс 6. Хорошо. А кампус? Вот здесь плюс 2. Да, вот здесь плюс... Ну, ещё вот тут может быть. Тут вообще раз, два, три, четыре, шесть. Вот тут плюс 6. Ну, а тут, возможно, кампус вот для этого города. Если я, конечно, его когда-нибудь поставлю вообще. Ладно, я, наверное, вот сюда поставил на плюш. Хотя здесь... Ай, ладно, давайте сюда. Я хочу здесь всё-таки рудники делать. Иначе мы тут просто нихрена не построим никогда. Так, мёд надо попродавать. Мёд согласен. Стратегические ресурсы лошади никому не нужны. Железо никому не нужны. Нифига себе. Так, и редкие ресурсы тоже никто не продаёт. Ну, а селитру я сам не хочу пока продавать. Точнее, покупать. Продавать мне некому. И нечего. В Данвиле торговый путь. Так, вот это сейчас из нового Орляна будем отправлять караван. А, вот эти плюс 3 получили. Ну, я всё равно буду обращать. Ну, вот, и вот, собственно, так, латник с ракет. Подожди, а где у него плюс 5 ксили? Где обещанная плюс 5 ксили? Знаете, мне кажется, что стоит Рим захватывать. Я его обращу, возьму какой-нибудь крестовый поход. Он ослаблен войной с Кореей постоянной. Вот эти города приятные. Мне тогда не будет тут по лояльности отваливаться. Вот и всё. Как-то так надо делать. Можно вот сейчас латников наделать, кстати. И подводить потихоньку. А вот ещё у нас селитра, между прочим. Так, ну, давайте к Арпину подводить армию. Так, через Нового Орля, но надо караванчик отправлять. Ну, тогда мастерскую делаю. Раз я хочу армию. Так, я не вижу... Давайте ещё раз посмотрим. В общем, реально обычная сила латника 45, да. И тут пока... А где плюс 5? А, видите, написано возможности. Плюс 5. То есть оно показывает... То есть на самом деле он всё-таки 50. Да, на самом деле он 50. Ну, немножко странно, конечно, как это показывается, мне кажется. Ну, да ладно. Приобрести миссионера и гуру. Я думаю, что нам нужен теперь апостол. И давайте проверим, что крестовый поход на самом деле никто не взял ещё. Вообще, только одна религия укрепилась. Повышенно урожайностью трёх клеток повреждено 4 клетки, блин. Найти, ремонтировать. Плюс 5 будет промышленная зона. Вот там, видите. И надо, конечно, эту селитру купить, обработать. Е! Вильнюс. Так, феодализм. Ну, наверное, пока не меняю. Закончится тёмный век. Поставлю на заряды. Блин, и лошадей сломала. Всё нам сломала. Плохо, плохо. Но я хочу сначала всё-таки селитру обработать, потому что тут еда с производством. Ну и всё, можно эти юниты по городам распихивать. Ну, а эти арбалеты на Рим пойдут. Так, какая вероятность у нас тут вообще... Да, нам надо собирать города Рима, а потом только город тут ставить. А там где-нибудь вообще ещё имеет смысл город ставить? Я, например, не вижу. Вот тут я не хочу ставить. Там. Ну, даже если не смотреть на лояльность, то хреновое место. Просто хреновое место. Просто не хочу там ставить. Так, копим, короче, на апостола. Или у нас уже есть. 265. Следующим ходом. Вдохновение для средневековых ярмарок. Это 4... 4 торговых пути. Ну, выполним военный лагерь. Вряд ли обратить в веру. Но оно уже само должно уже когда-нибудь обратиться. Что за фигня? Хотя не то, чтобы я хотел быть... ...очень сильно... ...сузереном на Газгаргаму. Ну, я чувствую, что я могу Рим захватить, мне кажется. Минус Юлий Цезарь будет. Так, а что я феодализм открыл? Я, по-моему... ...гильдии. Так, давайте дружить... ...с Конго. Давайте дружить с Кореей. Ну, чё? Есть предложение Союз. Скорее, тем более, она воюет с Римом. Да, давайте, наверное, скорее все-таки мы возьмем... ...военный союз. Так, из Конго какой-нибудь. Из Конго давайте... ...экономический. Отлично. А Рим мы будем захватывать. Блин, все такие дружочки-пирожочки дружат с друг дружкой. Я думаю, за это стоит лайк поставить за мир во всем мире. И коммент по этому поводу написать. Вместо того, чтобы нападать, союзы заключать будем. Я вам покажу, правда, с четырех сторон, откуда на Рим готовится нападение из США. Сделаем Рим своей марионеткой. Ну и Корея, понятно, с Конго нашей марионетки. Ну, а вы, если еще не подписались, то подпишитесь. Плашечка появляется. Тут где-то там, мне вот там где-то ссылки на мои всякие социальные сети, куда можно зайти, посмотреть всякое. Можно и нужно оставить комментарий и лайк. Супер спасибо, если есть возможность. Либо вообще стать спонсором канала, чтобы поддержать канал в это тяжелое время. Всем спонсорам спасибо. Всем зрителям. Всем, кто пишет комментарии, ставит лайки. Давайте продолжать. Так, один посол. Декларация дружбы с Сандок закона. Так, в Данвиле. Мы тут на производство, в общем-то, все переключили. В Данвиле. В Данвиле тоже самое. Может, давайте ямбар куплю в Новом Орлеане. Слушайте, я и в Данвиле куплю на самом деле. Это поможет быстрее Петру построить. Нет, Селитру я не хочу продавать. Дипломатическую службу ускорили. Два действия тоже не буду брать. Так, ну я хочу... У нас заканчивается век шесть ходов. Тут что-то как раз... Вот, давайте как раз монархию и открывать шесть. Ну, там на самом деле нам не обязательно открывать шесть ходов. Потому что, когда заканчивается эпоха, вы можете поменять курсы бесплатно. Тем более, что у нас монашество уйдет. Так что да, наверное, я просто гильдии буду открывать пока. Кстати, надо и мечника, наверное, апать потихоньку. Ну, дуболома в мечника, потом в латника. Че он тут стоит без дела? Так, возрождение. Ну че, давайте покупать апостола и укреплять его. Я надеюсь взять крестовый поход. Блин, а где у нас там наемники? Вообще не особо далеко. Но нам нужно восемь боевых юнитов. Ладно, пошли этим парнем тоже вперед. Ну, давайте, наверное, вот здесь еще рудник поставлю. Ну, вот эти, мне кажется, четыре города вообще изи берутся. Вот так, в всяком случае, с моей стороны это выглядит. Ой, слушайте, а там Рим-то... Да, блин. Слушайте, а Рим-то тут осаждает. А вот это вот... Мне кажется, Рим какой-то город корейский забрал. Ну, не, Занзибар он забрал. Занзибар, походу, забрал вот здесь. Это не корейский, это город-государство. Стриме откроем. У нас, правда, пастбищ не так много. Так. Промышленную зону. Производство, в принципе, нормально. Но города очень-очень тяжело растут. Не хочу продавать селитру. Рим чисто требушетами атакует. У него какая-то армия требушетов. Ну, вот тут город корейский. С такой осадной армией вполне можно его забрать. Так, что тут, желтый козел, да? Желтая козлина. Так, проповедовать верование же, да? Странный тоже перевод. Так, есть крестовый поход? Есть. Берем его, чтобы уже никто не забрал. Ну, и этот не только на Рим. Тут вполне может весь континент быть в моей религии. А, это бывший римский город. Это Корея забрала один город? Прикол. Сейчас дальше пойдем поисследуем. Ртуть можем продать. Ой, железо. Нет, давайте чисто Конго подадим железо. Нет, слишком много лошадей. Так, ну и Ртуть тоже Конго. С Римом уже нет смысла торговать, раз мы решили на него нападать. Так, а что там ускорит вот эта оружейная? Нет, оружейную мы не будем строить. Блин, реально, каждое здание в промышленной зоне дает юнита. Это все-таки, все-таки какой-то такой крутой бонус. Да, блин, столько осадных юнитов, и вы не можете Аквилею захватить. Что-то римские легенды. О-о-о-о. Что-то Конг начал соображать, да? Что-то подозревает. Подозревака такой. Так, а что вам тут отремонтировать? Чисто этот шелк и все? Мастерская, библиотека. Так, надо библиотеку и универ тут делать. Рабочих реально надо? Вообще, нам бы вынесли реализацию. Что нам для этого надо ускорить? Две галеры. Хрен. Чудо античности, хрен. При помощи копейщика, хрен. Две гавани. А вот гавань будет сделана, кстати. Лесопилку мы уже построили. При помощи мушкетера кого-нибудь уконтропупить. И две мастерских будет. Так, так может нам сначала мушкетеров открыть? Нет, давайте вот в массовое производство конкретно пока пойдем. Тут подумаю я еще. Потому что гавань вон мы достраиваем в принципе. Мастерская. Два универа там тоже что-то ускоряют. There is nothing but a plank between a sailor and eternity. Скоро появится священное место. Блин, а тут Баффало до сих пор не обращено. А можно, надеюсь, Баффало следующим ходом обратиться? Потому что иначе как-то у нас священка не работает, получается. Нам на самом деле надо Конга обращать. Ему же нравится. И он сам нашу религию начнет разносить. То есть пошли к Конга. Какой-нибудь небольшой городок обратим. Два хода. О, у нас перекупили Аютхаю. Блин. Это не вовремя. Мы тут достраивали библиотеку. Получается, не получим культуру. Ну, Аютхаю надо союзить. Какое там задание? Военный лагерь. Так, и наемники ускорили, да? Ну, я бы в наемники пошел. Два рынка я еще не сделал. Хотя и теократия тоже крута была бы. Так, а что он тут? Она строит Альгамбру. Эти чудо Альгамбра строятся. Конга случайно Петру нигде не строит? Театралочка. О, Юлий Цезарь. Мрамор. Нет, не продает. А написано, как будто... Продает, ладно. Обманули. Да, но Аквилея, походу, не берется все-таки римом. Не, вообще-то вот крутая штука. Он содержание не тратит эти юниты. Кстати. Это интересное предложение. Вообще соглашусь. Уменьшим немного культуру и туризм у Конга. Ну, кстати, там Конга вполне может сейчас по культуре неплохо идти. Эти уже 4 из 83. Так, новые районы осуществляют захват у Америки и генерируют 100 претензий. Давайте против Рима проголосуем. Я думаю, кстати, что, скорее всего, против Рима пройдет. Мы, правда, не знаем на том континенте, какие отношения. И мы вышли... Так. Построен на человека Юлий Цезарь и неизвестный игрок. Блин, не очень. Это нам не очень. Так. Героическая эпоха наступила. Ну, возьму монументальность, возьму реформу денежного обращения и, наверное, исход евангелистов. Можно начать обращение других государств. Ну, то есть сейчас имеет смысл именно миссионеров покупать. И серьезно так нашим континентом заняться. Так, а тут у нас... Город восстал, что ли? Нет, мы как-то не пойдем. Не хочу, чтобы миссионера убили. Но надо сейчас, конечно, отправлять... Конга. С одной стороны, а с другой стороны там... Куча варваров, блин. Так, ну вот я о чем говорил. Ведь мы можем поменять спокойно. Ну, жилье есть, наверное... Строители на два действия больше получают. Поставим. Ну и что, и не обратилось? Десять ходов пишет. Так, ну тут надо... С одной стороны мы можем тут гавань построить. Не, ну центр коммерции мы... Давайте, наверное, и в Баффало гавань. У нас не так много городов на побережье будет. Чтоб гавани игнорировать. Я бы гавань строил. Вот здесь, чтобы соседство с рыбой было. Кстати, а мы можем сплавать? О, давайте сплаваем за... Руинкой. Тарракотку кто-то построил. Вдохновение для гуманизма. Сандок можем железо продать. Странно, а тут нету сандок, когда создан... Ну, давайте... Конго еще продадим. Кстати, Рим еще не в моей религии считается. Нет. Не, к Риму мы ничего не продаем. Никаких... Стратегических ресурсов. Так, ну тут надо лошадей обрабатывать. Чтобы Ричмонд рос. Ладно, в Баффало этого отправляю. По пути... После Баффало пойдем римские города дальше обращать. А этот у нас пойдет в Конго. Как-то вот так пока поплывем. Конг-Жу отваливается к Конго. Ну, к Виллу мы, наверное, вряд ли обратим. Да. Ну ладно, я один заряд... Или просто дальше исследовать пока территорию. Наверное, надо дальше исследовать потихоньку. Клан Призрачной Рыбы уничтожен. А второй... Тоже Клан Призрачной Рыбы. Он, который обрабатывается... Он, который обрабатывается... Тоже, кто обрабатывается... Возьмутся... Мастер Фингу. Укрене дополнительный ресурс создания военных... Ну вот это вот... На гавани вообще-то сработает. У нас их две... Да, надо, наверное, поставить эту карточку. Так, строители, два действия. Я бы где-нибудь купил строителя просто... Так, как ни странно, водяную мельницу я тут тоже хочу построить. Дальше. Купим строителя за Веру. Здесь. Здесь. А тут за деньги. Вера, все-таки я хочу еще миссионеров. Какого тапнуть в мушкетеров? И, в принципе, мне кажется, мы должны... Ну, он, правда, уже стены построил, Арпин. Но все равно мушкетеры сильны. Так, никуда тут не отправляю пока. Так, а надо нам сейчас наемников-то открывать? Я думаю, нет. Давайте пока средневековые ярмарки. А то, может, монархию откроем. Вот так как-то поразвиваемся. Так, мы можем еще райончик сделать. Может, театралочку поставить? Смотрите, давайте тут еще строителя куплю. Я хочу тут что-то пообрабатывать. Так, давайте подумаем. Дипломатическая площадь до сих пор не стоит. Это, конечно, проблема. Причем ее надо в Новом Орлеане ставить, судя по всему, сюда. Есть театралка на плюс 3. Военный лагерь не хочу. Или карнас? Ну, бессмысленно. Тут один заряд всего лишь. Не знаете, давайте, наверное, галеры две построим. Они тут вот появятся. Тут осталось до картографии ускориться через 3 хода. Я апнем потом галеры. Так, ну, в каравеллы поплывем. Другой континент открывать. Пока так. Тут рабочих чуть-чуть китов надо пообрабатывать, реально. Много всего, но все равно вместо Христофа. Так, сейчас тут будет 12 производства. Кайф. Вот только благодаря трудовой дисциплине мы как-то разруливаем. Только благодаря трудовой дисциплине. А тут еще была, кстати, лесопилка. И вот здесь все поломали. Пассионера можем приобрести. Так, давайте крабиков. Обратно. Потому что это и жилье, и еда дополнительная. Чтобы города росли. Здесь, я думаю, овец надо собрать. Потому что я там собираюсь... Священное место строить. Ну, тут красиво у Конга. 334 культуры. Мрак. Слушайте, я боюсь, как бы он туризмом тут не победил. Это как бы уже дофига. Но это, и это, скорее всего, от реликвий. Давайте, наверное, тут миссионера. Что тут строить? Строителя. Я же собирался сменить на что-то. Или мне показалось? Я, вроде, специально купил рабочих, чтобы на что-то поменять. Видимо, показалось. Ну, тогда рабочих давайте. Что тут откладывать? Интересно, кто у нас пятый еще на континенте, кого я не встретил, а они все встретили. Ой. Ну, не должны, вроде, миссионера убить. Все же встретили кого-то пятого, да? А, еще даже двоих. Ну, к нему могли, кстати, приплыть уже. Или у нас все-таки еще двое. Кстати, он, Рим встретил только меня, Корею и вот какого-то неизвестного чувака. Он даже Конга не встретил. И у него совсем, со всеми плохие отношения, кроме меня. У меня такой неприязнь просто, и все. Такая легкая неприязнь. Форосовский маяк. Ну, я не думаю, что это Вавилон. Иначе он бы тут... Уже всех захватывал. Ну, продадим Корее. Метку. Уничтожил... Он уничтожил... Миссионер прямо уничтожается, да? Фак. Черт, вот это... Несподиланка. Блин, жалко. Реально жалко. О, ГГш, какое-то торговое. Надо встретить. Так. Ну, не знаю. Военный лагерь очень не хочу. С другой стороны, он все-таки нужен. Там куча всякого интересного делается. Давайте, наверное, вот сюда его поставим. Одна еда всего лишь. Так, давайте сначала отремонтирую шелк. Потом пойду там китов обрабатывать. Тут вообще, мне кажется, нету смысла вырубать леса в тундре. Потому что иначе у нас тундры без ничего будут. Не знаю, это может Канада только, наверное, может вырубать. Так, тут я стою, жду, наверное... Ладно, поезжу, посмотрю. Но надо апать. Следующим ходом Петру построим, слушайте. Приятненько. Так, а что нам тут обрабатывать? Давайте вот этих овечек. С Петрой можно обработать. Ну, тут Колизей построен у Конга. Блин, у Конга вообще как-то так все шикарно. У него и места лучше, чем у меня. Продолжаем строителей. А, я вспомнил, что я хотел. Я хотел на процент к строительству гаваней карточку поставить. Вот что я хотел. Ну, знаете, я думаю, что мы уже это сделаем тогда в следующей серии. Уже долговато это идет. Мы в героическом веке. Америка. Достраиваем ветру блестящий пример того, как человеческое мастерство превращает пустую породу в грандиозное чудо. Крутую гавань построили в Новом Орлеане. Верфи открыли. Давайте глянем, как у нас в Данвиле. О, вот это еще можно жить, да? Более-менее. Ну, нам еще, конечно, в этот надо, в собор Василия Блаженного выйти. Но я думаю, что мы его в Ричмонде будем строить. В Ричмонде больше всего тундры всякой. Ну, в принципе, уже красиво. Вот так давайте сделаем. Вот это я понимаю место. Тут и пожить можно, в общем-то. Данвил, благодаря Петре, в 590 году нашей эры становится красивым городом. Но продолжение завтра. Спонсоры канала могут его уже поискать во вкладке, не во вкладке, а в плейлисте, ссылка на который в прикрепленном комментарии ищите. Спасибо, что смотрите. Не забудьте лайкосик-комментосик оставить для Алексюсика. Это я. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живи Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok